Здравствуйте! Что определяет наше национальное лицо? Что являет наша уникальность? Ну, конечно, это православная культура, наша культура, которая выросла на почве православия. Сегодня у нас в гостях известный телеведущий, главный редактор журнала «Профиль» Михаил Леонтьев. Здравствуйте, Михаил! Здравствуйте! Михаил, ну хорошо, а вот реально, вот поверх всяких противостояний, полупротивостояний с Европой, с Америкой, что мы можем предъявить Европе и Америке? Что такого? Вот в Индии там йоги, а в Японии там все ездят смотреть на цветущую сакуру. А мы что? Ну, если начать, в общем, с сущностных вещей, во-первых, противостояние – это не совсем то слово, которое я хотел бы употреблять. Речь идет о том, что, ну, я как православный человек, разделяю то мнение, что в православии и есть христианство, да? Вот оно и есть христианство, а все остальное, с нашей точки зрения, не совсем христианство. И в чем оно не совсем? Вот когда мы говорим о православной культуре, да, культура все-таки в какой-то степени вторичном по отношению к религии. Вообще, ведь человек отличается от животного тем, что он руководствуется не инстинктами, а наоборот, он в себе подавляет животное начало, зверское. И, значит, если первично речь идет просто о вере, да, вера – это прямая, так сказать, норма, которая построена на вере человека в Бога и на богобоязни, в принципе. Человек Бога боится, да? Вот. Но мы знаем, что есть люди, в общем-то, и не являющиеся, в общем, в полной степени вот в таком классическом смысле верующие, но у них вот купируется зверское через культуру, которая имеет, безусловно, не может иметь никакого основания, кроме как религиозного, да? Если мы говорим о христианской культуре конкретно, потому что есть и другие религии, да, и другие, они же разные, да? Это разная система ценностей. Ну, принято считать, что у всех людей примерно одинаковые ценности, это так и не так, да? Вот в основе христианской культуры, чего нет, кстати, в той степени, в которой это есть в христианстве, да, лежит сострадание. Вообще христианство воплощается реально, вот, материально воплощается. Оно же не воплощается в государственных институтах, к сожалению, да? Оно не воплощается в общественной жизни в массовом виде, да? Там есть святые, да? Да, но это единица, вот. Оно, да в общем, в церкви не всегда воплощается в том виде, в котором это вот идеально в христианстве, а в культуре оно воплощается вот сто процентов. Христианская культура строена на сострадание. И вот тот процесс культурной эволюции, который мы видим сейчас, вот что же происходит? Ведь, значит, на самом деле, вот культура – это то, что вне прямой, вот, грубо говоря, веры, да, вот просто вот в существовании человека, да, в его бытии должно купировать зверское начало. Современная эволюция культуры как раз совершенно обратная. То есть вы считаете, что мы можем… Нет, о чем речь идет? Что такое современная культура? Вот тарантиновщина. Да, сострадание – это есть некая… Это квинтэссенция христианства. Да, да, это наше, так сказать, вот… Это квинтэссенция христианства, которая заложена в христианской культуре, да? Главное – наша ценность, из которой вырастают очень многие другие. Она не только в русской культуре, но то, что в русской культуре, в православной традиции оно воплощено, да, наиболее, может быть, целостно, да, вот. Значит, о чем речь идет? Вот современная, современная культура… Ведь в данном случае мы говорим не о том, что Россия, как, значит, вот культурный опыт России, он совершенно отдельно существует, особо от культурного опыта Европы. Вы не считаете, что в России какой-то есть свой особый путь? Есть свой, свой, но мы не об этом сейчас говорим. У всех свой путь, у всех свой путь. Но когда мы говорим о современном Западе, мы говорим о том, что вот именно в культурной эволюции современной больше всего видна, даже я бы не сказал победа дьявола над Господом, да, а выравнивание. Вот как у нас пытаются приравнять бандеровцев к, значит, солдатам, которые воевали с фашистами. Таким же образом они пытаются дьявола, приравнять, все одинаково, да. Вот смешивайте. Да, из европейской конституции было вымрано вообще, в преамбуле, вообще все христианские начала были вымрано. Мейнстрим построен именно на этом, на стирании грани между патологией и нормой. Нету нормы вообще, да? Нету, да? И когда мы говорим о том, что вот нужны основы православной культуры, мы должны научить людей, начиная с детей, желательно и взрослых тоже все-таки, отличать добро от зла. В этом смысл. Ну хорошо, да, древние говорили, Сократ сказал, познай самого себя. Вот народ должен познавать самого себя. Нет, речь идет не опасно. Он будет познавать себя через свою культуру или он каким-то другим? Ну, давай здесь разделим, здесь есть две вещи. Да. Есть здесь две вещи разные. Вот то, о чем я говорю, то есть образование человека, это введение в его образ, то есть придание ему образ Божий, да? Да. Вот. То есть это не напичкение его определенными знаниями, навыками и умениями, что тоже, наверное, полезно, но это не главное, да, потому что поскольку умения, навыки и знания, они нужны для практической жизни, человек сам так или иначе найдет себе возможность получить эти умения и навыки и так далее, да? А вот именно то, что не связано с прагматикой, то, что связано с человеческим образом его, да? И этот человеческий образ, он историчен, он угнежден. Культура не бывает никакая, она всегда откуда-то растет, да? Она связана с каким-то корнем, да? Вот. Если мы будем говорить о том, в чем отличается традиция православная, да, традиция отношений, почему я абсолютно уверен и убежден в том, что в православии и есть истинное христианство. Смотрите на, как складывалась католическая традиция, в силу разных исторических особенностей, и почему мы сейчас имеем то, что имеем, почему мы имеем доллар, на котором сзади написано «in God we trust». Да. Вот это явно не тот, не тот год, это не тот Господь, в который мы верим. Почему? Потому что с самого начала существовала традиция, что с Богом можно договориться. Сколько ты сделал добрых дел, чтобы тебе заработать спасение, да? Индульгенции – это просто вульгарное обеществление этой философии. Нет, потом вообще все учения о заслугах, о сверхдолжных заслугах Иисуса Христа, о святых, о твоих заслугах, а, так сказать, все в копилку идет. А вот апостол Петр сказал ключевую фразу «любовь добра не ищет». Что значит «любовь добра и не ищет»? Это значит, что счета нет. В тот момент, когда ты начинаешь считать, это не любовь. Это уже совершенно другое. Это никакого отношения к христианскому отношению, к Богу, к ближнему своему, не имеет. Вообще никакого. Хорошо, по католикам понятно. Ну а скажите тогда, а почему же такое прекрасное… А протестантизм – это дальнейшая реализация того же. Да. И дальше начинается то же самое. Начинается вот-вот-вот-вот-вот вот раз на долларе. Хорошо. Ладно, с ними, так сказать, понятно. Если мы будем говорить об особом пути. А вот скажите, пожалуйста, а почему же тогда это прекрасное благое дело, чтобы народ узнал основы своей культуры? Почему это вызывает такие ожесточенные дискуссии, запреты? А как вы думаете, почему… Там кого-то снимают в Министерстве образования, там кого-то все блокируют. Олеся, Олеся, если вы предлагаете бесам овладеть основой православной культуры, бесы почему-то не совсем удовлетворение. Они не полностью разделяют эти идеи. Это бесы. Это и есть бесы. Вот смотрите на этих академиков наших, среди которых есть, в общем, заслуженные в другой области люди. Вот мне в этом письме академиков что нравится? Во-первых, мне нравится, что их 10. Академиков у нас полчища. Но подписали 10. Я абсолютно уверен, что если бы хотел подписать 11, он бы подписал. Коммуникации среди академиков налажены. Я думаю, что коммуникации… Но я думаю, это вообще была какая-то компания. Они все очень старые, больные, куда-то в больницу, где-то в больнице, где-то в больнице. Дело в том, что этих людей физически бесит. Это кто-то организовал сбор подписей. Вот они говорят, что такое наступление поповщины? Они не хотят вообще видеть их поп бесит. Вот бесит, да? Вот слово бес здесь абсолютно естественно, органично, в прямом смысле бесит. Они бесит, да? Они бесятся, да? Они запрещают знать. Вот у меня ребенок мой учился в американском университете, да? Сын. У него специальность называлась политология и теология. А невозможна политология без теологии. Просто невозможно. Человек, который не владеет теологией, не может заниматься ни современной политикой, ни историей, ничем. Ни литературой, он ничем не может заниматься. Он неполноценно образованный человек. Академики – это люди, которые выступили с идеей запретить знать. Запретить знать. Ну, хорошо. Мы до сих пор гордимся, что у нас нет теологических факультетов. Где наше гражданское общество? Почему оно никак на это не реагирует? Что их запрещают детям? Я не очень понимаю, что такое гражданское общество. Вы думаете, у нас нет гражданского общества? Я не знаю, что такое гражданское общество нужно, но есть какое-то... Что такое гражданское общество? Это вообще, грубо говоря, поэтие гражданского общества, оно не совсем в русле того, чего мы обсуждаем. То есть православной культуры. В православной культуре там никакое гражданское общество не предусмотрено. То есть оно может быть, может не быть, но это ни к чему. Если люди действительно православные, владеют основой православной культуры, им, собственно, гражданское общество не очень нужно. Зачем? Какие такие задачи нужно решать с помощью гражданского общества, если у нас доминирует реально хорошо освоенная православная культура? Но ее же запрещают преподавать? Ну, позапрещают. А как вы относитесь к такому аргументу, что это может оскорбить какого-нибудь мусульманина или какого-нибудь другого иноверца? Нет, ну есть, я говорю, садомиты. Их нетрудно оскорбить, да? Вот, всякого рода. А, значит, там, извращенцы, тоталитарные секты. Я считаю, что у нас многонациональное, поликультурное, многоконфессиональное общество. И с точки зрения культуры, я сейчас не говорю о вере, догмате, это вещь, где, значит, внутренней толерантности, собственно, быть не может, да? Но когда мы говорим именно о культуре, здесь-то как раз богатство и множественность различных форм и так далее. То, что там какая-нибудь китайская культура, совершенно чуждая по строю своему, да, понятиям христианским, буддийская культура, еще какая-то, да, она создает, вот культурные феномены, они самоценны, они интересны, они позволяют увидеть другое. И я абсолютно уверен, что ведь никто же не говорит, давайте мы всех, во-первых, значит, православная культура является... Я очень хочу отметить одну вещь, значит, русская культурная традиция, включая в себе непосредственно то, что называется культурой, в смысле искусством, да, то есть поэзия, литература, музыка, живопись и так далее, да, это одна часть. Культура в широком смысле. Культура государственная, культура экономическая, уклады и так далее, да, устроение общества, да, она в основе своей, православной, да, и не зная, не понимая этого, просто невозможно понимать, о чем делать. Невозможно реально не понимать литературу, не понимать искусство, не понимать государственное устройство. Я не понимаю, почему мусульманину, русскому мусульманину, иудаисту, да, атеисту и так далее, вредно понимать основы культуры. Очень важно понимать, вот мы номер в профиле выпускали в связи с Пасхой, и мы там сформулировали некоторые общие тезисы, мы там дали главу из книжки, да, пасхальное слово Иоанна Златоуста и так далее, что это, на наш взгляд, важно. Не только христианам верующим, да, это важно всем, потому что людям, живущим в нашей стране, полезно знать, с чем, с каким наследием они имеют. Мы даже не просим их, чтобы это им нравилось, а знать-то полезно. Мы же говорим, мы же никого не заставляем от, значит, молиться. Да, вот это... Вот скажите, вам не кажется, что тут все время происходит какая-то, вот в этих дискуссиях, все время происходит какая-то подтасовка, когда говорят, что, значит, это должно быть навязано в обязательном порядке, всем без исключения. Так, одну секундочку. Мы литературу, историю, математику изучаем в обязательном порядке. И что это, значит, не основа православной культуры, а закон Божий, что это религиозный предмет, закон Божий, который включает в себя и молитву, конечно, и знание о молитве. Ну, одну секундочку. Это реально ложь. Ложь. Никто никого не может заставить. Это абсурд. То есть, если тут прибегают к какому-то обману, да, какая-то происходит подтасовка в этих дискуссиях, Даже в Иране не заставляют молиться, между прочим. Что это попытка ввести цензуру, настоящую такую радикальную цензуру для целого народа на изучение основ своей культуры. Здесь, на мой взгляд, было бы технологически полезно установить грань между глупостью, которой очень много. Глупость, она глупости есть. И умыслом, да. Вот. Эта грань, она размыта, но она есть, да. Вот. Значит, ну, дураков много. С дураками тут ничего не поделаешь, да. К сожалению, глупости в этом вообще очень много, да. Но есть. Эта глупость используется умышленно. Людьми абсолютно разумно, пытающимися навязать нам другую идентичность. А что же, академики тоже глупые, которые нам это обращают? Академик может быть. Даже шахматисты, выдающиеся чемпионы мира, бывают на редкость тупые, мы знаем, не без этого, да. Уж академик, он же не в этой области академик, да. Если бы это были теологи, да, мы могли бы рассчитывать на их понимание хотя бы, да. То есть, они могут быть, значит, людьми разного качества человеческого, но, во всяком случае, они знают, о чем они говорят, да. В данном случае речь идет о просто обычной эксплуатации. Это как раз абскурантизм. Это то же самое, в чем обвиняли в Средневековье, там, в поздней Средневековье церковь, когда она боролась с наукой, да. Вот. А это наоборот. Вот. Это псевдонаука, которая борется с сознанием. Ведь атеизм, на самом деле, это не неверие в Бога, это религия. Человек может быть неверующим, а атеист – это человек, который верит в то, что Бога нет. Верит слепо, активно. Помните, воинствующие атеисты у нас были? Воинствующие, вот это же написали, воинствующие атеисты. Это религиозные маньяки. Только религия их дика. Михаил, слушайте. Ну хорошо, мы не можем рассчитывать на, не можем ориентироваться на этих академиков. Мы не можем рассчитывать на каких-то людей, которые протестовали против введения основ православной культуры, и которые тоже, они вообще вышли тоже из того же самого общества, из какого и мы, да. То есть это тоже интеллигенты. Если говорить об основах православной культуры, вот есть один аргумент. Вот скажите, какой-нибудь, вот есть какой-нибудь такой вот радикальный раздел, который разделяет вот всех людей, которые за это и против? Нет, радикального раздела нет. По какому принципу это все? Ну, многие просто опасаются на психологическом уровне. Все-таки наследие вот этого вот вбитого атеизма… Они что, они боятся, что это будет как-то делаться очень грубо, дидактично. Почему мне кажется, что государство наше обязано заняться религиозным просвещением, да, населения? Причем сюда включается в каких-то регионах, и может быть и мусульманское, да, вот. Еще какое-то, если там есть вот компактно проживающие люди, придерживающиеся, значит, своей религии, да. Так вот, потому что, вот в отличие от Европы, где тоже там есть проблемы большие, там не был этот процесс искусственно, физически, насильственно, кроваво прерван. Грубо говоря, введение, в том числе и повсеместная основ православной культуры в России, это то же самое, что возвращение церквей, да. Потому что, ребята, вы это взяли искусственно, вы вытоптали и вырезали эту традицию. Верните на место, она сама, может быть, вернется, но с огромным трудом. Вы обязаны, обязаны реабилитировать. Государство наше обязано реабилитироваться перед культурой, не перед церковью, да, а именно перед национальной культурой. Вернуть в национальную культуру то, что было отнято путем физического насилия. Путем резни, будем говорить. Вот. Поэтому здесь совершенно другая история. Это другая история. Вот было положено место. Я вот немножко с вами не согласна в том пункте, когда вы говорите, что... То есть, ну, не вполне согласна, когда вы говорите, что такой вот уникальностью нашего национального характера, нашей веры, способа общения с нашими ближними является сострадание. Все-таки я думаю, что доминантное остается, знаете что, все-таки остается упование на волю Божию. Вот эта фраза из Евангелия, без меня не можете творить ничего, говорит Христос. И вот мне кажется, что вот это упование на то, что вот при любой человеческой активности должно оставаться поле для вмешательства Божьего, мне кажется, это очень присутствует в русской ментальности. И отсюда очень много что объясняет. И в том числе, и, может быть, и наша такая вот неповоротливость некоторая, аморфность, и наше такое замедленное реагирование, и то, что вот у нас не высыпали какие-то там, не знаю, демонстрации на улице. Ну, почему? Мне кажется, что это именно какое-то, ну, значит, вот, какое-то упование на то, что вот Господь сам вот все это вот делает. И именно поэтому спасение души его зависит от него самого в значительной степени, да? Да, это так действительно. В том числе и способность уповать на волю Божию тоже есть результат волевого усилия, между прочим, да? Вот. И русская философская традиция как раз содержит в себе там высочайшие образцы христианского экзистенциализма, да? Который построен совершенно на... То есть там никакого ничего там этого нет. То есть существует и это, и то. Я сейчас говорил, когда я говорил о сострадании, я говорил о контексте русского искусства. Давайте там, чтобы слово культура, потому что культура очень широко и очень по-разному может пониматься, да? А вот именно искусство. Вот русская традиция русского искусства, которая является воплощением, собственно, ну, истории, духовной истории, да? В значительной степени. Вот там идея сострадания доминирующая. Она вообще в христианстве доминирующая. Я просто хочу сказать, что православие ее вынесло в наиболее чистом, наиболее целостном виде, да? И оно ее охраняло, да? В той степени, в которой искусство наше и не наше содержит в себе сострадание, в той степени оно связано с христианской традицией. Вот скажите. Именно в этой степени, в тот момент, когда там это исчезает, я еще раз напомню про Тарантиновщину. В чем смысл его? Стирание грани между добром и злом. Вот это есть квинтэссенция современного искусства, да? Вот мое добавление именно с этим связано. Да, люди, когда они не знают этих основ, когда им не разложили это, они сами, значит, не способны вообще понять, где. Да, люди всегда творили зло, да? Они всегда творили, они в первом веке христианство, и в десятом, и в каком угодно, и в девятнадцатом, и в двадцатом. Но мне кажется, что наше время как-то радикально отличается от всех предыдущих имен не потому, что умножилось злодейство, а только потому, что это злодейство перестало осознаваться как таковое. Совершенно верно. Что совершенно извратилось понятие нормы. И мне кажется, что это какое-то элементарное такое, из чувства какого-то национального и общественного, и даже государственного самосохранения этот предмет обязательно должен быть введен. Потому что все-таки... Нужно вернуть понятие нормы. Абсолютно. Нужно вернуть понятие нормы, и эта норма, вот эта норма, она покоится именно в православной культуре. Человек грешен. Человеку свойственно ошибаться, оступаться, прощать себе самому многое, но он должен хотя бы представлять себе, где он находится, да? Вот где, в каком месте, потому что когда... Что он совершает грех, что он... Вообще у нас же люди не знают, что такое грех, да? Что такое грех? Вот вы спросите у прохожих на улице, остановите, проведите опрос. Они же не знают, что такое грех. Вот. Что такое грех? Что такое добродетель? Или наоборот... Вот в интеллигентском сознании очень часто вот эта фраза Розанова все время лезет в голову, когда, значит, Розанов шикарно такое сказал, «Мо порог художественен, а добродетель так тускла». Но он потом, конечно, расплатился. Розанов человек специфический. Он потом расплатился за эту фразу. Он заплатил по своим счетам и все. Но вот такого рода «Мо» подхватываются, в какой-то цитатник укладываются. Ведь в декаденстве, о котором идет речь, всегда было ощущение знания этой нормы. Оно же, собственно, и вот таким образом самовыражалось относительно нормы. Проблема современной культуры, то, что называется современный постмодернизм, состоит в том, что там отсутствует знание об этой норме вообще. То есть они уже не играют с нормой. Они просто ее убирают. Между верхом и низом, между высоким и низким, совершенно нет никакой разницы. Все присутствует в равном ничтожестве и в равной значительности. И, конечно, тогда убирается, вообще опрокидывается всякая иерархия. Почему я терпеть не могу Чехова, кстати? Это с Чехова началась эта традиция. С Чеховом, слушайте. С Чеховом. Потому что Чехов начал в русской литературе традицию стирания грани между нормой и патологией. Это отдельный разговор. У меня целая есть работа на эту тему. И, в общем, как-нибудь мы с вами обязательно поговорим о Чехове. Но я вот хотела бы сказать, что здравая самооценка и трезвое ощущение себя самого, понятие о норме, это есть залог просто здорового общества. Залог здоровья. Человек – это вот блудный сын, который должен знать, куда он вернется. Поэтому это вообще уже какая-то, по-моему, клиническая мера, которая должна быть предпринята. И эти основы православной культуры, конечно, обязательно должны быть введены. Здесь есть одна опасность все-таки. С одной стороны, я умом понимаю, что это надо делать, в том числе и административными мерами. А с другой стороны, очень важно всегда соблюдать грань между, грубо говоря, законом и моралью. Мораль всегда шире закона. Я хочу сказать. Шире. И когда закон берет на себя функции морали... Что кое-где, пока нет закона, ничего нет. Но вот я знаю целые епархии, где введены эти основы православной культуры под Сурдинку. И они уже там 10 лет преподают. И все замечательно. И никто не обижается. И все довольны. И, между прочим, там и преступность низкая. И я знаю такую епархию. И наркомании там нет. И я тоже знаю. Я думаю, мы имеем в виду одну и ту же, но не будем ее выдавать. А то вдруг налетят тут же правозащитники, и там тут же все прикроют. Ну, там есть у корот правозащитники. Вот. Ну, мы, насколько я понимаю, все-таки пришли к главному. И большое спасибо, Олесь, даже вот просто для себя полезно, что все-таки вот основной смысл – это вернуть сначала просто в культуру искусства, а далее и в жизнь, да, вернуть понятие нормы. И видение вот этого расстояния между нормой и патологическими отклонениями. Сегодня мы наметили некоторые доминанты православной культуры, которые нам помогут восстановить нормы нашей духовной и нравственной жизни. Надеюсь, мы об этом будем говорить и в следующих наших передачах. До свидания.